Всем привет, привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Жанка Англичанка. В сегодняшнем видео покажу вам немножечко отельчик, в котором мы остановились недалеко от городка Амбуа. Это бывшая ферма, которая была переделана в такой мини-отель. Очень даже симпатичное местечко, тоже достаточно старинное, там 18 век, по-моему, уходит история. И очень получилось недорого. Так, сейчас смотрите, это главное здание, называется Оберже Далоней. Вот там у нас ресепшн-вход. Понятно, что летом, наверное, это очень красиво смотрится в зелени на фотографиях. Сейчас, конечно же, зелени особо нет. И это вот второй домик. Здесь вот как раз наша комната, вот там находится номер 42, вот внизу прям, вот в самом низу. В принципе, у нас с этой стороны вот здесь видно кустики, там находится дорога. Немножко шумновато, но, честно говоря, не сильно слышно, так как она не сильно загружена, эта дорога. Так, вот туда можно пройти, там у них садик, сейчас посмотрим. И также номера выходят на ту сторону, они чуть подороже идут. Было специальное предложение, конечно же, я не могла устоять от этого предложения. Там всего вышло у нас 33 евро за ночь. Это очень мало, потому что место действительно хорошее, номера очень, номер вообще чистый, большой. Вот, смотрите, все там есть, все принадлежности для душа и фен. Фен, так, это вот видите, с этой стороны. Ну, тут как бы считается, наверное, более тихо, потому что здесь выход в садик. Но, честно говоря, все равно слышно машины. Ну, я говорю, не сильно, дорога не загружена, и там у нас видно поля. Также здесь есть ресторанчик. Вот, но ресторан очень дорогой, мы так посмотрели, там самое минимума 24 евро с копейками. Это, по-моему, входит стартер и главное блюдо. То есть, получается, где-то 50 евро минимум, ну и пошли цены. 50 евро минимум мы как-то решили, наверное, не будем мы столько тратить, потому что это дороговато. От Амбуа здесь, наверное, всего где-то минут 10 ехать. Вот, видите, здесь с этой стороны, вот ресторанчик. Значит, за 33 евро, конечно же, не входил у нас завтрак. Вот, но мы позавтракали все-таки утром за 10 евро на человека, то есть у нас вышло 20 евро. Очень дорого, на мой взгляд. И, честно скажу, завтрак был не очень. Так что, если остановитесь, в принципе, рекомендую это место. Если будете проезжать, вот, будет вам интересно остановиться, посмотреть на замки Луары, то это достаточно хорошее местечко, так недалеко, вот, до замков. Посередине Турс, так он находится, и Шинан-Соу, там где-то минут 20, наверное, вышел замок. Ну, а дальше вот еще знаменитые замки, где-то, наверное, около минут 45, час ехать. Вот, но, я говорю, завтрак, там что-то у нас было, немного хлеб был, мед разный бы можно было выбрать, там немножко салями, сыр, джемы, ну, круассаны, конечно же, булочки, кофе. И хлопи, то есть, такой, как бы, континентальный завтрак, можно сказать. Я думала, конечно, что будет горячий завтрак, но нет. Так что, 10 евро, на мой взгляд, это достаточно дорого на одного человека за это. Вот, так как, я говорю, сам город находится вот здесь, прям в 10 минут езды. Вот. Так что, завтра, завтрак у меня будет в другом месте. А так, вообще, очень чисто, здорово. Понравилось очень здесь, спокойно. И персонал тоже доброжелательный. Единственное, что они не говорят по-английски, то есть, говорят по-французски. Ну, это считается такое место, долина Луары, где говорят о чисто французском языке. Поэтому, конечно же, можно было не ожидать, что будут здесь говорить по-английски. Ну, там все понятно, как бы, так, когда разговариваешь, в принципе, и так понятно. На пальцах можно объясняться. Вот. Ну, сейчас вам покажу, как все, как у нас выглядел номер. Думаю, вам будет интересно посмотреть, вот, если остановитесь. Так что, смотрите, в интернете всегда есть какие-нибудь специальные предложения, скидки. 33 евро за ночь. Это очень хорошее было предложение. Но, понятно, что сейчас не сезон. Видите, все такое стоит серенькое. Деревья еще не распустились. И зеленых листиков еще не видно особо. Поэтому, конечно же, цены будут ниже, чем если поехать летом, например, в пик сезон. Наверняка будет забито, будет полное место. И будет дороговато. Намного дороже, чем 33 евро. Я так думаю. Итак, я внутри нашего номера. Сразу здесь у нас вход, кровать. С этой стороны небольшой шкафчик. Вот. Так. Здесь у нас столик и телевизор. И живая. Достаточно большая. Туалет. Здесь. Ммм. Такая раковина. Хей-хей. Холодно. На улице все еще холодно. Вот. И окошечко у нас тут. Так. Еще хотела сказать, что здесь интернет также включен. Он каждые 2 часа, правда, нужно снова перезаходить. Но он очень хороший, потому что обычно я всегда недовольна интернетом. Практически везде, где мы не были, интернет не особо хороший. Здесь достаточно хороший, тянет тоже хорошо, то есть без проблем все. И, естественно, наша парковка, она как бы здесь внутри, то есть не страшно оставить вещи. Опять в машине у нас они стоят ночью, мы их не вытаскиваем. То есть как бы все спокойно, все нормально, все безопасно. Никаких претензий нет. Так. Так. Так.